У моего отца было несколько братьев, которые жили в разных частях страны. Они редко виделись, но постоянно переписывались и знали друг о друге все. Один из братьев жил на Алтае и давно звал отца к себе на рыбалку. Там все были опытными рыбаками и знали, как защитить свой улов от неприятностей. Мы с отцом тоже были заядлыми рыбаками и в этот отпуск решили поехать к родственнику на Алтай. Но тут случилось неожиданное. Накануне отъезда, когда уже все было собрано, я вернулся домой с работы и увидел отца в гипсе. Он неудачно оступился на улице и порвал ногу. О поездке не могло быть и речи. Отец сидел грустный в кресле и вертел в руках письмо от брата. Ну вот, по закону подлости, говорил он, придется сдавать билеты. Я тоже расстроился. Илюха, а чего тебе не поехать одному? Ты же здоров, не пропадать же. Отпуска поезжай, потом все расскажешь и покажешь. Фотоаппарат, надеюсь, взял. А я на следующий год, если буду жив-здоров, поеду. Так и порешили. Я сдал билет отца на самолет и сам полетел на Алтай. Дорога была тяжелая. Сначала несколько часов на самолете, потом еще на автобусе и на попутках. В общем, добирался долго, но не зря. Как дорогого гостя меня встретили с пиршеством. Дядя Коля, конечно, расстроился, что брат не приехал, но сказал, что будет ждать его в следующем году. Вечером накрыли стол у Николая Петровича. Я, Юрка, двоюродный брат, сын дяди Коли и его друзья выпили за приезд и не только. На следующий день проснулись с больной головой и пересохшим ртом. Решили поход в тайгу за рыбой отложить на день. Дядя Коля ворчал, что мы время теряем, но потом успокоился. Че это он так нервничает? Спросил я Юрку. Да ладно, подумаешь, раньше выйдем, позже. У него же все готово для рыбалки. Старый лесник Лука Фомич, поди, заждался. Ну да ладно, ему не привыкать. На следующий день мы все-таки пошли в поход втроем. Я, Юрка и дядька Николай Петрович. К вечеру добрались до избушки лесника. Место было просто шикарное. Я бы там, наверное, навсегда остался, если бы не был городским до мозга костей. Вот это рай на земле. У деда Луки уже стол накрыт. Главное блюдо – рыба, запеченная на углях. Потом решили прогуляться вдоль берега, подышать тайгай и размять животы после ужина. Деревянный домик лесника стоял прямо на берегу, рядом с сетью в реке. Недалеко от домика была какая-то деревянная будка, похожая на туалет, а рядом огромная клетка. Это что за странное сооружение? Спросил я лесника. Короче, сидит он в сортире, Лука, и рукой показывает в другую сторону. Я пошутил, это, наверное, домик Лукича, лешего какого-то. А он мне, сам ты леший. Пошли в избу, там все расскажут. Тут мой дядька меня за рукав дергает. Слышишь, Ильюха, не приставай к деду с вопросами, он не любит рассказывать. Если захочет, сам все расскажет. А так не любопытствуй. Ну а я что, приставать к леснику? Я замолчал. Вернулись в дом, сидим, болтаем. А домик так построен, что этот сортир хорошо видно. Смотрю, а там медведь рыбу из сети тащит. Я кричу, смотрите, люди, что происходит. Старый лесник выглянул в окно, посмотрел и говорит спокойно, пусть Лукич полакомится, он заслужил. И мы стали спокойно смотреть, как медведь ест. Короче, медведь наелся до отвала, потом почесался туалет с клеткой и вальяжно ушел в лес. Я, наверное, стоял с открытым ртом и глазами, полными вопросов. Но мне же было сказано не приставать. Тут дед Лука начал рассказывать забавную, а местами даже трагическую историю. Было это несколько лет назад. Ночью бушевала гроза. Лесник рассказывал, что деревья стонали и трещали от сильного ветра, а гроза натворила много дел. Через пару дней, когда земля подсохла, я пошел на обход своих владений, чтобы оценить ущерб. К концу дня я наткнулся на поваленное дерево и рядом с ним на измученного медвежонка. Он еле двигался. Когда я его нашел, его мать убила толстым деревом. У Мишки, бедного, лапа застряла в расщелине дерева, никак не мог выбраться. Я его освободил и принес в избушку. Построил ему домик с клеткой и поселил туда. У меня тут часто рыбаки гостят. Так вот, мужики его полюбили, считали почти сыном полка. Я же ему как отец, жизнь то спас. Я всегда о сыне мечтал. А у меня в семье одни девчонки, жена, дочка и внучка Полинка. Вырастил я зверя, приучил к людям и оставил на заимке. Мишка был такой безобидный, что иногда клетку не закрывал. Он с удовольствием шатался возле берега реки и помогал рыбакам. Мужики его ругали, но Мишка не обижался. Он просто уходил к себе и ждал следующего удобного случая. Так прошел год. Мишка повзрослел, а креп и стал часто уходить в тайгу. Но дверь в его домике никогда не запиралась. Вдруг ему захочется рыбке полакомиться. Однажды летом ко мне на заимку приехала внучка Полинка. Я ее с детства в тайгу брал, она любит природу, зверей не боится, грибы от ядовитых отличает. А главное, готовит классно. Девчонка трудолюбивая, не избалованная. Мы с женой и дочкой ее правильно воспитали. Она и уху сварит, и жаркая из грибов, и жаркая из мяса, и порядок в доме наведет. Не то, что городские, которые ничего не умеют. В общем, и мне хорошо, и ей. Вместе веселее. Однажды утром я, как обычно, пошел в лес, чтобы обойти свои владения и проверить, все ли в порядке. А Полинка осталась на хозяйстве. Я сказал, чтобы она к ужину готовила. Из трубы дым валит, пахнет вкусно. На этот запах пришли два архаровца. Они сбежали из зоны и несколько дней по тайге шатались. Устали, замерзли и проголодались. А тут ими крыша над головой, и еда вкусная. И девчонка в самом соку. Полинке тогда 14 лет было. Они, видать, поняли, что перед ними ребенок. Ну, вы же знаете этих ребят. Разве их остановишь? В общем, вломились они в избу. Один сразу кастрюлем чугунным, а другой на Полину попер. Видно, ему срочно нужно было что-то съесть. Она, бедняжка, перепугалась до смерти. Я вообще дар речи потеряла. А потом опомнилась и начала кричать. Но кто ее услышит в тайге? Зверь этот завалил девчонку, распластал ее лицом на стол и начал ширинку расстегивать. Но тут им с дружком не повезло. В этот самый момент медведь Лукич решил заглянуть на заимку за рыбой. Он услышал, как Полинка кричит и зовет на помощь. Хорошо, что эти гады дверь в избу не закрыли. Вот тут-то Таня попала в лапы к медведю Лукичу. Им повезло, что он тогда был еще маленький, а то живыми бы точно не ушли. Лукич накинулся на них, и Полинка смогла освободиться и огреть поленом по голове того, который искал еду. Оглушило его, он сознание потерял. Но самого насильника Лукич успокоил. Полинка связала их обоих веревкой, пока они были без сознания. А я как раз с обхода вернулся. Так их, связанных, под дулом ружья, и привели в деревню. А медведь Лукич иногда все-таки из тайги приходит. Ну что, понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, у нас еще много интересного впереди. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok